Всем привет! С вами Алексей. Сегодня у нас 20 декабря и хотелось бы поговорить, самое время поговорить о заготовке и хранении черенков фундука и других растений. Значит смотрите, заморозки уже были, ну как заморозки, минус 10 уже было, все, соки остановились, там растения спят. Сейчас температура, ну там легкий минус был, скажем так, и было принято решение о заготовке черенков, нарезке, начал нарезать. Это еще и далеко не все, это только начало. Значит понятно, погоду выбрал, нарезал, длина где-то, потом принес домой и нарезал где-то длиной по примерно 30 сантиметров. Далее, края замазаны садовым бальзамом, здесь 10 штук, 10 штук замазанных садовым бальзамом, это товарные. Ширина примерно карандаш, плюс-минус, есть чуть толще, есть потоньше. Это такой стандартный размер, скажем так. Далее, сюда добавлен подарочный вариант, а не тоньше, но возможно кому-то пригодятся для того, чтобы сделать окулировку почкой, скажем так. Ну, допустим, это сорт пирожок. Давайте я вам поближе покажу, как он выглядит. Вот такого плана. Потолще, потоньше, плюс подарки. Товарные вы легко определите, замазаны садовым бальзамом, дабы они не теряли влагу. Далее, все это хорошо застречовано стреч-пленкой со всех сторон. И, соответственно, в таком положении должно храниться при температуре легкий плюс. Там плюс 1, плюс 2, ну, до плюс 5, до плюс 5 я считаю нормально. На самом деле, где хранить, да, где найти такую температуру? Если у вас есть нулевая камера в холодильнике, либо есть специальный термометр, как у меня для холодильника, и вы видите температуру, и там легкий плюс, можно хранить там. Если нет там супер большой влажности, скажем так, она как бы и особо и не нужна. Хотя стреч-пленка защищает. Или погреб. Но погреб до определенного времени. Весной температура в погребах начинает подниматься. Соответственно, вот здесь появляется испарение под стреч-пленкой. И надо либо подсушить и перемотать, либо я делал очень маленькое отверстие иголкой. Но это уже как бы немного неправильно. Просушка, перемотка, значит, понятное дело, что все, с погребов надо срочно убирать. То есть, понятно, главное температура хранения. И как сделать, вовремя заготовить, и как хранить. Все это, я думаю, без проблем понятно. Далее идет уже весной. Мы делали после угрозы весенних заморозков. Кто-то делает раньше. Окулировка, почка и так далее. Это все есть у меня на канале будет. На других каналах. Это вы можете без проблем найти в интернете и посмотреть. Скажем так, это не есть проблема сейчас. Так, что еще такого важного можно сказать? Ну, давайте по сортам пройдемся. Значит, будут еще... Вот сейчас пирожок оригинал. Все подписано, видите? Здесь 10 плюс. 10 товарных и плюс штучек 5 подарочных. Так, Лозовской, Шаровидный. Вот такого плана. Все подписано, все упаковано. Значит, по поводу отправок, когда буду отправлять... Сначала весь ассортимент будет. То есть, надо сделать весь ассортимент полностью. Я думаю, что это где-то начало января. Я сделаю отдельное видео обязательно по этому поводу, как только буду готов. Отправки будем отправлять либо в плюсовую температуру. Вот, потому что я еще буду выяснять на новой почте насчет тормобудок. Ну, честно говоря, все это так стрёмно. Лучше либо мы смотрим, что всю неделю будет плюс, сразу отправляют. Да, в принципе, ну, проблемы такой особо нет. Ну, когда будет весь ассортимент, естественно. То есть, я думаю, что с начала января мы все это дело провернем. Либо весной я у себя храню, слежу за ними. И ранее весной, когда уже плюсы, вам спокойненько отправляют. То есть, меня устраивают оба варианта. Кому там срочно, будем отправлять. Кому не срочно, записались, будем ждать. Значит, вы поняли. Подводим итоги. Это можно делать не только для фундука, это можно делать для любых растений. То есть, растение получило минус, заснуло, хорошая погода. Мы все это дело нарезаем, потому что потом возможны очень большие заморозки, морозы, вернее, морозы. И растения могут подмёрзнуть, потому что, ну, минус 30 бывает и так далее. На любой, в любых регионах Украины такое может быть, поэтому... Да и не только Украины, скажем так. Поэтому, я думаю, всё это понятно. И такой черенок у меня хранился в том году до начала лета. Да, он начал уже раскрываться, он уже испарено пошло и всё это. Но я следил за ним, как бы. И я вам скажу, что их приживаемость делал профессионал. Мне приживаемость была в районе 70%. Я считаю, это очень хороший результат. Всё. Я думаю, надеюсь, вернее, что кому-то было очень полезно. Вы, пожалуйста, есть жалобы. Не приходят уведомления. Почему не приходят уведомления? Потому что, либо алгоритмы Ютуба, скажем так, неправильно работают. Надо отписаться и опять подписаться со звенящим колокольчиком. Обязательно со звенящим. Это надо сделать. И тогда все видео с этого, я надеюсь, полезного канала будут вам приходить. Всё. Наверное, на этом всё. Кому что-то непонятно в комментариях, напишите, кому понравилось. Поставьте лайк. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok